Ульяновцы обращаются к губернатору по разным вопросам, начиная от адресной помощи и заканчивая проблемами целого села. Например, в Кузоватовском районе нет регулярного автобусного сообщения между деревнями и районным центром. Из четырех автобусов, которые значатся на балансе перевозчика, два неисправны. В Министерстве транспорта обещали помочь. Автобус «Газель» на 19 мест передадут транспортной компании. В 2022 год, в январе текущего года, дополнительно заложили порядка 400 тысяч выпадающих доходов, для того, чтобы профинансировать перевозчика и восстановить количество рейсов до требуемого. То есть, Валентина Анатольевна, в декабре перевозчику будет предоставлена новая автомашина, и в январе текущего года будет увеличено количество рейсов до трех сел. Повторюсь, Лесной Матюнин, Налейка и Никольская. Жительница села Крестово-Городище Чердоклинского района Юлия Чечнёва попросила помочь с уличным освещением. Улица Ленина, центральный переулок Росомольский. Дети идут как раз на встречу к сильному транспорту. Транспорт у нас транзит, но там идут грузовые машины. Мы очень переживаем за безобразность наших детей. Глава Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан доложил, что работы в посёлке уже заложены в дорожную карту программы безопасной и качественной автомобильной дороги. В следующем году на заявленных улицах и в переулке установят 70 светильников. Модернизацию уличного освещения продолжат в 2023 году. Жители села Смородина Сенгелейского района волнуют газификация. Строительно-монтажные работы велись с апреля. Стоимость работ по контракту 12 миллионов рублей. В настоящее время из 8 километров проложено 7,5 газораспределительных сетей. И все работы будут завершены к концу октября 2022 года. Работы ведутся. Немножко нужно подождать. Но в конце следующего года у вас будет газ. В селе Белое озеро Маинского района необходимо отремонтировать водопровод. В населённом пункте проживает больше 300 человек. Центральный водопровод протяжённостью 3 километра изношен. Смотрели чуть больше 8 миллионов рублей. И все работы профинансируем в этом году. Сейчас Шуенков Олег Валентинович смету передал на прохождение сметной экспертизы. И думаем, что ничто нам не помешает уже в начале года растроговать и выполнить в течение строительного сезона все работы и войти в осень с новым водоводом. На данном участке водопровода переподключат 74 врезки в частные домовладения и установят железобетонные колодцы, пожарные гидранты и водоразборные колонки. Анна Тищенко, Управда ТВ.